18-й Всероссийский конгресс артериальной гипертонии как междисциплинарная проблема проходил с 22 по 24 марта 2017 года в Уфе. Цель конгресса – консолидирование всего общества специалистов в области артериальной гипертонии для обмена информацией в сфере повышения качества оказания медицинской помощи больным артериальной гипертензией и снижения заболеваемости и смертности населения от этого заболевания и его осложнений. Конгресс собрал на одной площадке ведущих российских ученых-кардиологов, неврологов, эндокринологов. Проблема артериальной гипертонии очень многопланова. Сейчас, вы знаете, что очень популярна индивидуализированная и персонифицированная медицина, поэтому и девиз нашего конгресса – артериальная гипертония как междисциплинарная проблема. На наших симпозиумах, семинарах мы будем изучать и рассказывать о лечении больных с артериальной гипертонией, имеющих другие сопутствующие заболевания, другие сердечно-сосудистые осложнения. Очень интересные симпозиумы, посвященные климату. Кардио-онкология будет впервые представлена на нашем конгрессе. В рамках конгресса состоялось традиционное вручение наград Российского медицинского общества по артериальной гипертонии в трех номинациях. Лауреатом премии в номинации «Просвещение» стал известный кардиолог, член Президиума Российского медицинского общества артериальной гипертонии профессор Давид Васильевич Небиевидзе. Просвещение врачей, то есть образование врачей – это один из важнейших компонентов успеха лечения артериальной гипертонии, поэтому я очень рад и горжусь этой премией. В номинации «Лучшая клиника» победителем был признан кардиологический центр Республики Башкортостан. Совершенно закономерно, что в этом году мы приехали в эту чудесную республику. Дело в том, что главный кардиолог Республики Ирина Евгеньевна Николаева, президент нашего отделения общества в Башкортостане, в последнее время очень активно работает и по проблеме артериальной гипертонии, и по проблеме кардиологии. Вы видели, что центр, который возглавляет Ирина Евгеньевна, был награжден специальной наградой нашего общества за выдающиеся заслуги в диагностике и лечении больных с артериальной гипертонией. Поэтому, учитывая все это, мы не могли не приехать в Уфу именно в этом году, и на месте поздравили наших уфимских коллег с наградой, смогли подарить ее и заодно познакомиться с состоянием кардиологии и проблемой лечения и диагностики артериальной гипертонии в этом регионе. Еще одна премия общества по артериальной гипертонии в номинации «Мастерство» была присуждена члену-корреспонденту Российской Академии Наук, директору Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Сергею Анатольевичу Бойцову, который остался в Москве для участия в общем собрании Академии. За три дня Конгресса в Уфе, кроме пленарного заседания, прошли 34 секционных заседания, на которых было прочитано более 130 докладов.